МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто следующий? Закроют ли торговый центр Европы в Барнауле? В элиту страны какие требования предъявляют курсантам президентского полка? Лучше профилактика, где можно быстрее узнать свой ВИЧ-статус. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем временем бизнесмены подсчитывают ущерб от закрытия торговых центров в столице края. Об этом пишут корреспонденты сайта Политсибру. Не только об этом в традиционном обзоре материалов изданий Сибирской медиагруппы. Где лето? Как надоело уже. Пора ехать машину переобувать. Это высказывает гембарнаульцев по поводу погоды, которая сегодня утром вновь порадовала, в кавычках, конечно, своим майским теплом. Точнее, снегом. К тому же в городе отключили отопление, а у многих еще и горячую воду, резюмируют корреспонденты комсомолки. И приводят данные синоптиков о погоде на ближайшие дни неутешительно. Плюс 6-8. Да и утренний снег, видимо, не последний. Миллионы убытков. Руководитель спортивного клуба «Сафари Фитнес» рассказала Политсибру, что с момента закрытия торгового центра «Гулливер Парк» они потеряли 6 миллионов рублей. Всерьез задумались о том, чтобы требовать компенсации убытков. Другие предприниматели считают, что закрытие центров не повод для расстройства. Этот период времени они решили использовать для учебы своих сотрудников. Кстати, по данным Дубльгиз, который приводят журналисты, в «Гулливер Парке» располагаются 93 организации в арене 259, в России 33, в праздничном 68, в районе 35. Когда торговые центры распахнут свои двери, пока никто сказать не может. Но точно после устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. А в Бийском торговом центре в воскресенье во второй раз попробуют провести День художника. Благотворительную акцию планировали сделать чуть раньше, но тогда и помешали судебные приставы. Центру, как и Барнаульским, пришлось устранять нарушения пожарной безопасности. И вот сегодня акцию запланировали на 17 часов. Организаторы надеются, что она состоится. В чем суть мероприятия, читайте на страницах бийского рабочего. Татьяна Голубева, наши новости. В эти минуты призывники с Алтая, которые будут служить в президентском полку, добираются до места службы. Всего ряды этого элитного рода войск пополнят 15 молодых ребят. Все они прошли несколько этапов отбора. Одно из них – тесты на стрессоустойчивость. Как вы знаете, совсем недавно вся страна с трепетом и вниманием наблюдала за церемонией инаугурации президента Российской Федерации. И нам было очень почетно узнавать в лицах тех кремлевских курсантов, которые стояли в здании Кремля, в самых почетных залах наших земляков. Торжественный митинг прошел на краевом пункте сбора в Барнауле. Самые первые в шеренге и есть будущие курсанты московского Кремля. Обратите внимание на рост. Каждый из них должен быть не ниже 175 сантиметров. Среди прочих требований образование не ниже 11 классов. В итоге на 15 мест претендовало 25 человек. Вместе с ними в этот день на плацу стояло еще почти 250 ребят. Все они пополнят различные родовойск. Министерство обороны всего же до конца весенней кампании из нашего края призовут более 2000 новобранцев. Предложили. Я почему бы отказываться с честью. Принесу долг родине. В Кремле охраняют память могилы неизвестного солдата и Владимира Владимировича Путина. 30 тысяч жителей Алтайского края являются носителями ВИЧ и это только официальные данные. В Барнауле и Рубцовске стартовала акция «Узнай свой ВИЧ-статус». Десятки людей воспользовались бесплатным анонимным экспресс-тестированием. Почему стоит перестраховаться и пройти гематест, расскажет Ирина Корчагина. Маникюр – это нарушение кожных попровок. Теоретически можно передать, если грязная инструментария. Передать ВИЧ на кусачках для ногтей. О таком риске вряд ли задумываются девушки, посещая маникюрный салон. В диагностическом центре края с утра длинная очередь. Они сидят в ожидании результатов. Кто-то собирается завести ребенка, кто-то сдает анализ каждый год. Кого-то привели наркотическая зависимость и беспорядочные связи. Лаборатория гарантирует полную анонимность. Чтобы сдать кровь на вещи, не надо называть ни имя, фамилию, возраст. Здесь выдают индивидуальный номер. Надеюсь, он окажется счастливым. Люди приходят и говорят о том, что они посещают стоматолога, делают маникюр-педикюр и, возможно, инфицирование. Когда проводишь консультирование, выясняется, что имеются незащищенные сексуальные контакты с людьми, ведь статус которых неизвестен. В Барнауле на каждые 100 человек примерно 3 вещи инфицированных. Сегодня приходят сдать анализ люди разных возрастов, даже пенсионеры. Алена из тех, кто лучше потратит 15 минут в ожидании результата экспресс-теста, чем будет жить в неведении. Как-то не присутствует никакое волнение, потому что я соблюдаю определенные этапы, которые нужны для безопасности своей. А вот у Андрея теперь появились поводы для переживаний. Да, есть девушка, мы встречаемся уже, наверное, месяцев 9, ну, около года. Теперь не знаю, как ей сообщить, брать, и кто кого заразил, тоже большой вопрос. Завтра проверить свой ВИЧ-статус можно в Алтайском педагогическом университете. В пятницу гем-лаборатория откроется в библиотеке номер 18 на проспекте Калинина, 10, а 20 мая в Рубцовске на площади развлекательного центра «Россия». Ирина Корчегина, Александр Андропов. Наши новости. Что стоит дом построить, а также и с помощью чего и из чего, могут узнать жители и гости Барнаула. В краевой столице во дворце спорта открылась ежегодная выставка «Алтайстроя-2018». «Барнаул», посвященная технологиям малоэтажного строительства. Подробнее Илья Кочетков. В центре Барнаула вырос целый городок, где свое видение технологий малоэтажного строительства представило почти 80 компаний со всей Сибири, из-за Урала и даже из Китая. Сегодня день кровельщиков. Они соревнуются в своем профессиональном мастерстве. Завтра будет технодень с битвой эскаваторов, а третий посвятят технологиям безопасности и умного дома. Организаторы отмечают, в этом году наряду с постоянными экспозициями представлено много новинок. Это и фасадный материал, это и кровля, и отделочный материал, и также строительное оборудование для нанесения этих отделочных материалов. Увидеть, потрогать и даже научиться. На нескольких площадках проходят мастер-классы по покраске и гидроизоляции. Выставка продлится всего три дня, так что организаторы предлагают поторопиться. Тем более, что в последний день, 18 мая, пройдут народные строительные забавы. Конкурсы с ценными призами, где смогут принять участие все желающие. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 17 мая в крае дождь, ветер юго-западный умеренный, температура в Белокурихе, Славгороде и Рубцовске плюс 9, 8 градусов в Бийске и Олейске, 10 в Заменогорске, Барнауле в четверг дождь, температура днем до 7 градусов тепла. Все новости к этому часу, полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.